Добрый день. Я рад приветствовать всех присутствующих в этом зале, а также тех, кто возможно смотрит наш семинар по телевизору в онлайн режиме. И пользуясь случаем я хочу поблагодарить и администрацию ОГНИ и дирекцию ТАТНЕФТИ, ТАТНЕПИНЕФТЬ за представленную возможность выступить перед вами с этой лекцией. Значит, ну вы все хорошо знаете, вот тема лекции на доске. Вы все, наверное, хорошо знаете, что проблема нефтегазообразования на протяжении последних буквально 250 лет решалась в спорах органиков и неоргаников. Были две ведущие точки зрения на происхождение нефтегаза. Органики считали, что нефтегаз образуется в результате ведущих геологических процессов за счет погружения органического вещества в недра и там преобразования органики в углеводороды. Неорганики считали, что эти углеводороды образуются в глубоких недрах Земли и дальше поднимаются к поверхности, где мы их, собственно говоря, и находим. Так вот, последние 25 лет в проблеме нефтегазообразования произошли колоссальные изменения в плане понимания тех процессов, которые влияют на нефтегазообразование и в плане понимания того, как вообще, что такое, что из себя представляет нефтегазообразование и как этот процесс происходит. Вот то, что здесь написано, теория современного нефтегазообразования. По сути дела, я буду рассказывать о новой науке. Называется она биосферная концепция нефтегазообразования. Может быть, кто-то из вас слышал, может быть, кто-то слышит об этом впервые и что это такое, услышит впервые от меня. Значит, это вот та наука, которая принципиально сегодня решила проблему нефтегазообразования. Причем решила в результате возникшей в нашей стране научной революции. Вот об этом я сегодня вам буду рассказывать. Об этой научной революции и ее следствия для нефтегазообразования. И должен сказать, что ни бизнес-сообщества, ни даже научные сообщества чрезвычайно слабо осведомлены о тех коренных изменениях в представлениях о том, как образуется нефтегаз. И цель моего выступления перед вами как раз вот обратить внимание на те изменения, которые в этой проблеме произошли. Значит, я начну. Я начну преамбула. Это фраза Вернадского. Что мы специализируемся не на науках, а на проблемах. Эти проблемы не укладываются в рамках одной определенной развитой области науки. То есть всякая проблема, особенно крупная, особенно такая, как нефтегазообразование, которое лежит на стыке разных научных дисциплин, ну по крайней мере геологии и химии. Она всегда сталкивается с комплексом таких вопросов, которые не укладываются в рамки ни одной из этих научных дисциплин. И всегда такие темы требуют создания новой науки. Вот такая наука создана. И наука она называется биосферной концепцией нефтегазообразования. Так вот, первым, кто правильно сформулировал вообще суть этой науки и предложил ее вот новую нефтегазовую парадигму, были Борис Александрович Соколов и Антонина Николаевна Гусева. Вот в этом году исполняется как раз 25 лет четверть века с момента выхода их работы, которую можно считать и положило начало вот этому новому направлению. Вот посмотрите, что тут написано. Что нефтегаз это возобновляемые природные ископаемые, и их освоение должно строиться, исходя из научно обоснованного баланса объемов генерации углеводородов и возможностей отбора в процессе эксплуатации месторождений. То есть, впервые нефтегазообразование было предложено рассматривать как некий процесс, который в том числе зависит и от условий разработки месторождений. Надо сказать, что вообще говоря, вот эта новая идея, она родилась в нашей стране не случайно. 25 лет назад распался СССР. И так получилось, что многие месторождения, которые долгое время разрабатывались, вот в период, когда развалился Союз, и в течение нескольких лет не добывались углеводороды, это не в Чечне, не на Украине, да и у нас, пока там делили собственность, разбирались, кто хозяин и как дальше быть. Вот многие месторождения, особенно старые, показали восполнение запаса. Восстанавливались давления, восстанавливались дебиты. И вот на это внимание обратили, вот первыми обратили и правильно сформулировали вот этот вот сам процесс. Борис Александрович Соколов и Антонина Николаевна Гусева. Я вот считаю, нужен вам показать их портреты. Вот считаю, что они родоначальники этой идеи. Борис Александрович Соколов, он был деканом МГУ, завкафедры горючих ископаемых. А Антонина Николаевна Гусева, она доцент, она сотрудник этой кафедры. Сейчас, что я это сделал. Вот она сотрудник этой кафедры. Они, ну вот, как вы видите, сравнительно недавно ушли. Вот то, что я буду рассказывать, по сути дела, это будут развития, прежде всего, идей Антонина Николаевна Гусева. Который я с тем и с другим был хорошо знаком, и вообще все это направление развивалось на моих глазах. Вот когда эта идея была высказана в 1993 году, то первое, как отреагировало научное сообщество, было в следующем. Значит, этого не может быть. Не может быть, такого не может быть, никогда не может и так далее. Потом стали замечать, что все-таки есть какое-то восполнение. Начали думать, как это объяснить. Считалось, что просто может быть, да, не может быть, почему? Потому что плохо посчитали запас, им костные свойства и так далее. Потом начали думать, что происходит поток из малопродуктивных пластов, вот, месторождения. Ну, а потом, в конце концов, поняли, что все-таки идет восполнение запасов. И ситуация здесь такая. Вот когда происходит научная революция, все сразу оживляются, все научное сообщество начинает интенсивно генерировать всякие гипотезы и все такое прочее. Но вот из всего то, что было предложено, вот, точка зрения Валерия Александровича и Антонина Николаевна оказалась правильной. И это удалось доказать благодаря вот созданию мной вот в те годы, уже 20 лет прошло, биосферной концепции нефтегазообразования. По сути дела, которая подвела, как бы, теоретические основания под новую нефтегазовую парадигму. Теперь я вот что хочу сказать, на что хочу ваше обратить внимание. Что когда проблемы возникают, а мне приходилось заниматься решением многих проблем, я об этом буду рассказывать, вы увидите, то всегда проблемы возникают там, где при решении вашей задачи оказывается пропущен какой-то очень важный элемент, который, собственно говоря, не дает эту задачу решить. А такие пропуски, они всегда бывают в междисциплинарных проблемах. Почему? Потому что в междисциплинарные проблемы приходят люди с разной подготовкой, с разным базовым образованием, с разным уровнем знаний. Они привносят свои методы и так далее. И, как правило, вот на этом стыке пропускаются очень важные элементы. Вот если говорить о биосферной концепции, о проблеме нефтегазообразования, то таким элементом является биохимический круговорот вещества. То, что не учитывалось ни органиками, ни неорганиками. И задачей была биосферная концепция, второй пункт, это обеспечить баланс круговорота углерода через земную поверхность. В принципе, надо было обеспечить и не только круговорот углерода, но и воды, и кислорода, и много чего другого. Потому что, если система функционирует, биосфера функционирует, то в ней должен выполняться баланс, ну, по крайней мере, циркуляция углерода на нисходящей и восходящей ветвях круговорота через земную поверхность. Ну, чтобы дальше заработала у нас гипотеза, дальше нужно обязательно построить теоретическую модель, обязательно ввести в рассмотрение математику. Бекон говорил, что в каждой науке столько науки, сколько в ней математики. Поэтому математическая модель должна быть обязательно. Ну, и четвертый этап, о чем мы тоже поговорим, это обоснование адекватности решения проблемы, теоретическое объяснение, значит, на основе модели, которую я вам потом покажу, значит, основных ключевых эмпирических фактов. Ну, начну с ранее существовавших представлений о круговороте. Вот к началу 90-х годов, вот у геологов существовали вот такие представления о круговороте. Вот схема Виктора Петровича Гаврилова. Значит, есть, значит, я не знаю, как это показывать, вот тут, наверное, да, вот наверху, вот есть быстрый биосферный цикл круговорота углерода. Вот считалось, что вот там, где есть жизнь, значит, вот биосфера, вот здесь происходит круговорот углерода. Часть этого углерода небольшая. В ходе геологических процессов опускается подземную поверхность. Ой, это я показал. Подземную поверхность. Это вот цикл 10-6 лет, миллион лет. Но есть еще другой цикл. Это субдукция литосферных плит, где вот этот углерод из биосферного цикла поступает на большие глубины, и там, циркулируя там миллиарды лет, а может быть, был захвачен еще с момента образования Земли, вот теперь поднимается на земную поверхность. Вот первый, кто обратил внимание на то, что в этой схеме что-то не так, был Георгий Иванович Войтов. Это сотрудник Института физики Земли. Вот начиная с 80-го года он начал считать, а сколько же у нас вниз опускается подземную поверхность в ходе геологических процессов. А до него считали это очень многие люди. А сколько, а вот он первый решил сопоставить, сколько вниз опускается и сколько поднимается наверх. И вот его данные были вот такими. На нисходящей ветви круговорота под земную поверхность опускается, вот тут показано, на уровне 10-14 множитель, вот биогенного углерода 0,85, а карбонатного в три раза больше примерно. Ну и всего где-то 3 на 10-14 грамм в год опускается вниз углерода. А вот на поверхность, он начал считать, выносится прежде всего метан и СО2, причем уже на уровне 10-15 грамм в год. Эта работа была 1986 года. Толком, поскольку это считать чрезвычайно трудно, сколько там на земле там вырабатывается того и другого, и как это считать, то на это сначала не обращали никакого внимания. Ситуация радикально изменилась, когда в дело вступили климатологи. Когда климатологи в связи с Киотским протоколом начали изучать, а вообще вот мы поднимаем на поверхность большое количество углеводородов, мы их сжигаем, они превращаются в СО2. И дальше что дальше происходит? И вот этот СО2, по тем представлениям, которые тогда были, он влияет на климат Земли. И в отличие от геологов, которые не умели считать балансы, климатологи умели очень четко понимали, что сколько добывается углеводородов и сколько из них образуется СО2. И вот в результате всей этой деятельности они получили, что помимо захоронения в ходе геологических процессов, происходит, значит, добыча углеводородов, добыча углеводородов даже больше дает СО2, чем, скажем, естественные процессы. И тогда дисбаланс по углероду с учетом хозяйственной деятельности людей вырос в 30 раз. Я это отразил вот тут разной величиной стрелок. И это оказалось большой проблемой. Почему? Потому что вот этот дисбаланс не удавалось климатологам устранить никакими способами. Даже при самых оптимистических предположениях, куда можно девать вот этот избыточный СО2 из атмосферы, 30% СО2 не знали, куда деть. После того, как учли поглощение СО2 водами Мирового океана и поглощение растительности. И вот с такой дырой в 30% как минимум был принят Киотский протокол. И многие до сих пор его не признают. Значит, что сделала биосферная концепция? Что она сделала? И для чего она была создана? Вот смысл ее состоял в том, что нужно было обеспечить баланс круговорота углерода через земную поверхность с учетом хозяйственной деятельности людей обязательно и образованием нефти и газа в недрах. Вот в этом смысл вот этой новой науки. То, что она не сводится только к геологии. Вот я хочу на что обратить ваше внимание. Тут обязательно еще есть компонент антропогенного нефтегазообразования. Обязательно участие биосферы и человека как элемента биосферы в этой концепции. Значит, что же сделала биосферная концепция? Вот если раньше вот такая схема была, если раньше вот такая схема, то биосферная концепция привнесла в нее ряд изменений, причем серьезных. Первое, что было сделано, биосферный круговорот углерода был опущен под земную поверхность. И знаете ли вы, что масса живого вещества под земной поверхностью даже больше, чем масса живого вещества над земной поверхности? Вот первое, что сделала биосферная концепция, опустила биосферный цикл круговорота под земную поверхность. Это первая модернизация. Вторая модернизация введена понятие геохимического барьера. То есть, если, скажем, в органической и неорганической концепции был органический углерод, неорганический углерод, то в биосферной концепции углерод один. Но, пересекая земную поверхность, этот углерод может участвовать в разных реакциях. Окисление, восстановление над земной поверхностью углерод в основном вращается или циркулирует в окисленном виде, в виде СО2, либо живое вещество это тоже окисленный углерод, потому что это формула СОН. А под земной поверхностью этот углерод восстанавливается до углеводородов. Вот что сделала биосферия. Это вторая модернизация. Значит, эта модернизация, она выровняла вот обе стрелочки, теперь стали одинаковыми на нисходящей и на восходящей ветвях круговорота. И теперь третья модернизация. Вот чтобы такая система крутилась, чтобы она функционировала, вообще биосфера должна функционировать, был добавлен еще третий элемент. Это поступление космического вещества на Землю. Вот это поступление, это совершенно обязательный элемент, которого раньше не было. Ни в органической, ни в неорганической концепциях не было. Причем вот эта третья модернизация была связана с работами Вернацкого, с его учением о биосфере. И теперь что же получалось? Что было раньше и что стало теперь? Вот если раньше учитывались только два цикла круговорота, причем органики учитывали литосферный цикл, связанный с погружением остатков организма в подземную кору, а сторонники абиогенной теории, минеральной, только предлагали, что главный источник углеводородов является вот этот длительный, миллиардолетний цикл, то теперь ситуация изменилась. Теперь выясняется, что в круговороте участвуют все три цикла. Вот. И главное, что вот главный вклад, как я потом буду показывать, дает именно вот этот вот быстрый биосферный цикл круговорота через земную поверхность, который составляет всего 40 лет. И именно этот цикл вносит основной вклад в современные процессы нефтегазообразования. Теперь, значит, что же решает, что должна сделать биосферная концепция? Вот она должна обеспечить вот та схема круговорота. Я ее просто даю как иллюстрацию, чтобы на пальцах показать, насколько, так сказать, ну, важно понимание процессов, которые проходят. Это происходит. Значит, это схема чисто иллюстративная. Теперь, что же должно мы, чего же мы должны сделать? А мы должны в биосферной концепции обеспечить баланс. А вот для того, чтобы обеспечить баланс, нам надо решить три ключевые балансовые проблемы. Причем каждая из этих проблем, смею вас уверить, нисколько не меньше самой проблемы нефтегазообразования. Причем мы их должны решить и решить согласованно. Итак, первая проблема – это источник углерода в биосфере. Вообще, откуда берется на Земле углерод? Первонаперво, надо ответить на этот вопрос. Второе – каким образом углерод из наземной части биосферы может быстро, там, за 40 лет попасть в породы земной коры? Это вторая проблема – это проблема стока. И третья – это проблема восстановления углерода под земной поверхностью. То есть, какие механизмы заставляют углерод восстанавливаться в породах земной коры и, прежде всего, в осадочном чехле. И вот, значит, проблема источника. В чем, так сказать, тут специфика? Значит, при решении проблемы источника мы учитывали, прежде всего, представление Вернадского. О связи биосферы с космическими воздействиями. Надо сказать, что биосферную концепцию Вернадский создавал в 1926-1930 годах. Вернадский, уже тогда, когда вообще мало кто знал там о космосе, о чем бы то ни было, значит, он уже тогда писал. Вот посмотрите, какие его высказывают. Часть вещества биосферы, может быть, больше, неземного происхождения, попадает на нашу планету извне, из космических пространств. То есть, он уже это тогда понимал. Второе он что понимал? Что Солнце по своему значению на нашей планете, по данным геологии, отнюдь не играет той исключительной роли, которую рисует планетный астроном. Влияние Млечного пути, а Млечный путь это галактика, по-видимому, доминирует. То есть, он уже тогда считал, что влияние галактики является более веским, более мощным фактором, чем получение энергии от Солнца. Вот это он считал. Ну и третье высказывание тоже, вот я его привожу вам, чтобы вы представляли, что земная кора есть область нашей планеты, чрезвычайно сложная по своему строению. Она в своей основе сильно переработана постоянно в нее проникающими космическими излучениями. Она представляет не случайную группу явлений, но совершенно закономерное явление в истории планеты, своеобразный планетный механизм. Вот я тут подчеркнул вот эти два места. Первое, космические излучения, о которых тогда Вернадский и знать не мог. Ну и вот этот своеобразный планетный механизм. Вот этот своеобразный планетный механизм, это как раз есть биосферная концепция. Я дальше о нем буду рассказывать. Но сейчас вот проблема стока. Значит, что, в чем суть этой проблемы? Проблема стока, это прежде всего объяснение, каким образом СО2 поступает очень быстро из атмосферы под земную поверхность. Чтобы там можно было как-то восстановиться. Вот, вот это проблема стока. Ну и проблема обмена или проблема восстановления. Это надо предложить какой-то химический механизм, который преобразует СО2, а именно в виде СО2 в основном атмосферный углерод поступает под земную поверхность. Вот, надо каким-то образом предложить этот механизм, который восстановит этот СО2, ну и органику отмершую в земной коре в углеводородах. Вот, теперь я остановлюсь на решении проблем вот этих всех. Как вы понимаете, что решение этих проблем далеко выходит за рамки одной геологии. И если говорить о проблеме источника, то мы вынуждены обращаться уже к астрономическим данным, к астрономическим представлениям и так далее. Вот так оказалось, что планетный механизм Вернадского, это, по сути дела, это круговорот углерода и воды, которые на Землю поступают с галактическими кометами. Вот удалось установить, я этим занимался с начала 90-х годов, вот удалось установить механизм, посредством которого космические вода и углерод поступают на Землю. Вот, этот механизм тесно связан с цикличностью геологических процессов. Выяснилось, что в процессе движения Солнца в галактике наша Солнечная система, ну и Земля вместе с ней циклически попадают в спиральные рукава и струйные потоки галактики. Вот, и вот была построена такая модель. Удалось обнаружить явление одно очень важное, о нём знали ещё древние люди. Вот, значит, явление струйного истечения вещества из центров спиральных галактик. Вот, потом оно было забыто на тысячелетия, и вот к нему только факты, подтверждающие это явление в астрономии, появились только к началу прошлого века. Вот, вот здесь показано строение нашей галактики. Вот, наша галактика имеет четыре спиральных рукава, вот они такие синенькие. Вот, Солнце это вот такой кружочек там, вы видите, в квадратике сереньком. Вот, если мы внимательно посмотрим на вот этот квадратик, то мы увидим, что вот в ближайших окрестностях Солнца появилась ещё одна ветвь, которая у меня обозначена, и он лебедь. Вот, в настоящее время астрономы считают эту ветвь ответвлением от рукава Киля Стрельца. На самом деле, эта ветвь состоит из совершенно других объектов. Она лежит не в той же плоскости, что вот ветви Персея и Киля Стрельца. И вот то, что вы здесь видите, эта ветвь, это и есть ближайший к Солнцу струйный поток. Все, у нашей галактики имеется два струйных потока, вот они здесь нарисованы. Причём вещество струйных потоков, газопылевое, оно, это продукт разрушения звёзд в центре галактики, и оно из ядерного диска, вот тут маленький кружочек в центре, вот, где собирается газопылевое вещество, и дальше оно выбрасывается по касательной, вот в процессе вращения этого диска. Я сейчас вам покажу, как это делается. Так, Вадим, вперёд, нет, 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 нажать вперёд. Вот видите как, вот все точечки, они вот у струйных потоков двигаются только в радиальном направлении, с большой скоростью. Скорость вот движения вот этих струйных потоков 300 км в секунду. Причём не только в нашей галактике, но и в других спиральных галактиках. Теперь, вот можно остановить. Стоп! Так вот, в процессе движения вот этих струйных потоков, они пересекают вот эти синие линии, там, спиральные рукава. И момент, и точки пересечения струйных потоков со спиральными рукавами, это места, где активно происходит газоконденсация и звездообразование в нашей и в других галактиках. И в процессе движения, вот это всё крутится с разной скоростью. И вот эти точки пересечения, они двигаются, области звездообразования, они двигаются по спиральным рукавам, с разной скоростью, в зависимости от того, на каком расстоянии находится рукав от центра галактики. Теперь, вот тут вот красная линия, вот видите, тут красная, это так называемый радиус коротации, при котором радиус струйных потоков, а это архимедовские струйные потоки, совпадает вот с этими синими линиями. И область звездообразования, она, если раньше это была точка здесь, то теперь она становится очень такой длинной дуга. И вот когда на вот этих расстояниях Солнца от центра галактики, там происходит образование совершенно других звезд, и совершенно другое вещество поступает на Землю. Это мы всё видим, и мы это всё, геологические данные позволяют изучать и строение галактик, и много чего позволяют объяснить. Ну вот так работает эта модель. Давайте следующий слайд. Вот теперь галактическая модель геологической цикличности. Ну давайте я покажу. Вот выясняется, значит, вот на эту модель, которую я вам показал, она построена исключительно по астрономическим данным. Добавлены ещё орбиты Солнца. Значит, вот Солнце, вот видите, вот синий эллипс. Вот добавлен. И вот теперь вот модель становится более сложной. Значит, крутятся спиральные ветви, вот эти вот четыре логарифмических рукава, два струйных потока, ещё движется Солнце. Ну давайте заведём это всё в один, давайте, поехали. Вот здесь нарисована солнечная орбита, и вот мы поехали в обратную сторону. Вот синие точки, это где Солнце попадает и в струйные потоки, и в спиральные рукава. А вот эти, вот эта точка, это где и струйные потоки, и спиральные рукава, но на радиусе коротации. А синяя точка, вот эта, там где мы попадём, то есть зелёная, там где только струйные потоки. Спасибо, больше дальше можно не крутить. Вот такая модель. И вот эта модель, она оказалась чрезвычайно важной для понимания вообще цикличности геологических процессов на Земле. Она, по сути дела, позволила объяснить современную геохромагическую и стратеграфическую шкалу, которая была эмпирически построена в 900 году. Вот здесь показано, там было непонятно, с какой ветвью что соединяется и что пересекает. А вот здесь вот чётко показано, зелёная, это орбита Солнца. Моменты на нёй, в зависимости от удаления Солнца от центра галактики, значит, это движение идёт по Кеплеровской орбите, то есть модель такая вот построена с определённым гравитационным потенциалом, но это достаточно серьёзная модель, которая мной разрабатывалась больше 20 лет. Вы представляете, насколько это, так сказать, непростая задача. Значит, зелёные точки – это моменты попадания в струйные потоки, а вот синенькие и красные, синенькие точки – это моменты попадания Солнца в спиральные галактические рукава, когда там находится, когда ещё соединение и струйных потоков, и спиральных рукавов ещё Солнца. А вот красные точки – это моменты попадания вот в эти области интенсивного звездообразования в рукавах, когда на радиусе коротации галактики. И вот выясняется, что вот все, скажем, ну, периоды шкалы геохронологические для последних там же 600 лет, они попадают на моменты попадания Солнца в области звездообразования рукавов, а вот эти зелёненькие – это отделы шкалы, а вот эти красненькие – это и есть границы уже, границы R. Вот такая модель была нарисована. Теперь что же происходит в моменты, когда мы оказываемся вот в этих самых галактических рукавах и струйных потоках? А выясняется, что в эти моменты на Землю падает большое количество галактических комет. И эти кометы приводят к очень интересным эффектам. Прежде всего, это вымирание живых организмов. Может быть, вы читали какие-то книжки или там смотрели фильмы и так далее, где там вымирание вызывается падением крупных астероидов. Это не так. Главные эпохи вымираний живых организмов связаны с выпадением на Землю галактических комет. Эти периоды длятся, ну, вот, может быть, от нескольких до 10 миллионов лет. И в эти моменты именно происходят основные процессы вымирания организмов. Вот здесь показано, показано вверху, это эмпирическая, так сказать, кривая вымирания живых организмов на Земле, под данным Сипковски. Значит, чтобы вы представляли, с какой точностью это построено, здесь порядка 10 тысяч работ обобщены, чтобы построить вот эту верхнюю кривую. Так вот, эпохи, когда особенно большие вымирания происходят, это так называемые эпохи великих массовых вымираний. Вот они, эти вот крупные максимумы, это вот такие эпохи. Так вот, модель, оказывается, достаточно чувствительно объясняет, вот даже вот франфоменское вымирание, вот это вот длительное, вон, там, посмотрите, 400 миллионов лет назад, там, 370 в Дионе, вот она хорошо даже объясняет длительность этого вымирания. Ну, вот, точность модели на 91-й год, вот первый расчет у меня был сделан в 91-м году. Ну, вот, а второй был в 2002-м, там, с поворотом линии Апси, солнечной аббиты. Практически все, ну, с точностью, которую дают геологические данные, вот модель хорошо это дело объясняет. Объясняет она и великие вымирания, объясняет и длительность вымирания. В общем, модель работает. Теперь на что я хочу обратить ваше внимание, вот еще, на что. Помимо того, что вымирают живые организмы, на Земле проходят еще всякие тектонические процессы. Вот цикл Штили, например, известный вам, если есть геологи, вы знаете, что это такое. Так вот, раньше думали, что вымирание организмов является следствием каких-то глубоких процессов тектонических, которые происходят на Земле. Сначала вот что-то такое случается на Земле, тектонический какой-то цикл Штили, после этого идет вымирание живых организмов. Оказывается, все наоборот. Сначала вымирают организмы, а потом начинаются всякие сильные тектонические процессы. Поэтому источником вымирания организмов являются моменты падения комет на Землю. А тектонические циклы уже потом, спустя несколько миллионов лет, они идут след, когда накопится достаточная энергия, и дальше эта энергия преобразуется в какую-то горообразовательную деятельность, вот после этого развиваются тектонические всякие события. Вот такая ситуация выясняется. Причем вот все крупные вымирания как раз совпадают с крупными циклами Штили. Вот по этим данным. Теперь, может быть, вы в какой-то литературе читали, что вообще говоря, что есть какой-то главный геологический цикл, и этот цикл, в частности, у Добрецова, он равен 30 миллионов лет. Главный геологический цикл. На самом деле это не так. Вот эти вот моменты падения комет, они не строго идут, так сказать, с определенным периодом. А есть вот длительность на разных участках орбиты, значит, длительность вот этих циклов между падениями комет меняется от 20 миллионов лет до 37 миллионов лет. Вот это тоже я хотел обратить ваше внимание. Теперь, что же происходит вообще говоря на Земле и в Солнечной системе, когда мы оказываемся в стройных потоках в Солнечной системе? Ну, когда Солнце пролетает сквозь массивные звездные объекты, там, это вот самая верхняя строчка, когда она попадает в спиральные рукава на радиусе коротации галактики, это самые крупные геологические события в истории Земли. Я потом скажу, какие. И очень большое энергетическое воздействие на Землю. Вот оно оценивается вот где-то на уровне 1031-29 джоули. Это колоссальная величина. Я потом это вам скажу, чтобы понимали лучше. Ну, теперь бомбардировки галактические, бывают сильные, средние, слабые. Бывают, значит, это всё геологами очень чётко фиксируется и соответствующим образом обозначаются вот подразделения шкалы в зависимости от силы галактического воздействия. Вот здесь оценки дады. Теперь Земля сталкивается, двигаясь по своей орбите, и она сталкивается не только с кометой, её бомбардируют, но она может быть, на неё выпадают крупные астероидные тела. Сегодня это хорошо известно, эти астероидные тела могут делать крупные кратеры, считается, что вымирание динозавров в результате таких падений и так далее. Вот что касается вымирания динозавров, если вы смотрели или читали наших учёных, или тем более зарубежных, где говорится о том, что динозавры вымерли 65 миллионов лет назад в результате падения крупного тела. Вот на самом деле динозавры, во-первых, все не вымерли, это раз, а во-вторых, они начали вымирать примерно на миллион лет раньше, чем упал вот это вот крупное тело. Тоже вы это должны иметь в виду. Действительно, значит, эти астероиды падают и в периоды бомбардировок, и сами по себе, их характер падений носит случайный характер. И с ними в этой шкале отражаются, то есть моменты их падения отражаются на уровне веков, яруса, зоны и так далее. Более мелкие подразделения геохломатической шкалы. Так вот, первая работа, которую вот, первый расчёт, который был сделан по этой модели, он был помещен в учебник геологии в 91-м году в Санкт-Петербургском университете. Вот первый мой расчёт, который я сделал, это было в 91-м году, где точность, тут, наверное, уже не видите, но, в общем, расчёт это вот вторая колонка, а фактические данные по фанерозою это вот третья колонка, ну и дальше вот это обозначение статеграфической шкалы. Надо сказать, что в настоящее время шкала всё время пересматривается, всё время перетряхивается, всё время происходят подвижки границ. И это связано прежде всего с тем, что многие подразделения границы шкалы были разработаны отечественными учёными. И носят названия мест, прежде всего, в нашей стране. Но после того, как союз распался, и мы утратили, наша геологическая наука утратила своё лидирующее значение, эти границы начали пересматриваться, и сейчас появляются другие шкалы, даёт им другие названия, переносит эти границы кто как хочет. Так вот, биосферная концепция, вот этот расчёт, позволяет восстановить статус КВО приоритет наших отечественных специалистов. Ну вот, значит, есть на сегодняшний день, тоже хочу вам сказать, чтобы вы это представляли. Значит, вот первая колоночка, это вот то, что даёт модель. Вот расчёт границ, падение моментов, падение комет, которые отожделяются с границами систем или периодов шкалы. Есть две шкалы. Вот ОСШ – это отечественная стратеграфическая шкала, разработанная у нас в стране. А вот это международная стратеграфическая шкала дальше. И вы видите, многие границы не совпадают. Так вот, модель подтверждает справедливость нашей шкалы, а вот не этой международной, в которой учитывается без разбора все границы, которые связаны и с падением на Землю, и комет, и крупных астероидных тел. Вот тут ещё много предстоит сделать, нужно навести порядок и, так сказать, восстановить приоритет отечественной науки. Теперь до Кемрии. Очень важный период. Вот то, что я сейчас говорил, это последние 600 миллионов лет. Но история Земли гораздо длительнее. А что в Докемрии творится? А в Докемрии вот такая ситуация. Значит, там реперами крупнейших геологических событий является прежде всего попадание Солнца в спиральные рукава на радиусе кротации галактики. Вот это очень мощные события. Ну и в эти события, вот тут вот расписано, значит, в каждой такой событии на Землю падает большое количество и астероидного материала, и кометы, и воды, и в эти моменты на Земле появляется жизнь, и в эти моменты на Земле появляется свободная вода. Вот. И много что там интересного творится, я не буду сейчас об этом вам говорить. Важно другое, что вот если построить по геологическим данным, если построить вот эти эпохи, которые выделены геохронологами, нанести их вот на такую вот зависимость прямую, да, и здесь я ее наносил, используя вот данные не только по геологии. Вот первая цифра, вот эти, это геологические данные. Вот это геологические данные, да, а вот это данные уже метеоритные. Это уже данные на основе исследования метеоритного вещества. И выясняется, что все крупнейшие события в истории Земли, они вот какие. Выясняется, что при движении вот по орбите Солнце периодически попадает в одни и те же спиральные рукава. Система так вот построена, так крутится, так синхронизировано движение Солнца по орбите, с вращением галактических рукавов и так далее, что все крупнейшие геологические события приходятся на один и тот же рукав. Этот рукав четыре, вот я здесь его нарисовал. А все остальные события поменьше приходятся на другие рукава, но все крупнейшие события приходятся на свои галактические рукава. Это значит, что вот эта модель, которая построена, она за последние по крайней мере 6 миллиардов лет практически не изменилась. Не изменилось ни вращение галактики, ни движение Солнца по орбите. Вот даже такие вот важные вещи дают возможность понять объединение геологических и астрономических данных. Теперь я расскажу несколько слов о галактических кометах, чтобы вы тоже представляли, что это такое. Это совершенно новый объект, раньше о нем никто не знал, а вот сейчас удается много понять и на основе этих комет с их учетом многое объяснить. Вот что мы знаем об этих кометах? Я должен сказать, что вообще говоря, сами кометы стали известны довольно давно, их знали еще древние люди, но первые гипотезы, что это за кометы, что они из себя представляют, откуда они берутся, вот такие первые гипотезы возникли в позапрошлом веке. Вот гипотезу галактических комет, так называемых межзвездных, предложил Лаплас в 1796 году. А вот эта модель говорит, что у нас есть не только галактические кометы, бывают разные, бывают кометы струйных потоков, красным я отметил, и галактических рукавов, это совершенно разные кометы, у них разный состав и с разными скоростями они падают на Землю и бомбят все планеты Солнечной системы. Но вот сегодня можно точно сказать, ну, по крайней мере, вот за 20 лет, что мы их изучаем, можно сказать, что они из себя представляют, эти кометы. Это такие снежки, ледяные, с плотностью примерно порядка 1 грамм на сантиметре кубический, состоят в основном из снега, вот, а диаметром от 100 метров до 3,5 километра. Вот такие вот объекты, которые в больших количествах, вот в эпохе, когда вымирание происходит, вот они падают на Землю. Они несут с собой очень много вещества, прежде всего воды и углерода, вот, и несут еще огромное количество энергии. Вот здесь внизу, в красной этой самой табличке, вот, посмотрите, сколько они несут энергии, это колоссальная величина. Вот, и сколько они везут вещества, в основном воды, и вот сколько их падает. В общем, сегодня это понятно. Я вот расскажу о кометах в струйных потоках, поскольку они летят с очень высокими скоростями, они падают на Землю со скоростью 450 км в секунду. Это колоссальная величина. Это колоссальная величина с точки зрения физики, прежде всего. Вот. Ну вот я о них немножко расскажу вам. Вот такие кометы, можно оценить, сколько их упало, сколько они энергии в среднем приносят. Довольно большая величина, 10-21 джоуль в год, это если растянуть по всему фанеросоиду, размазать, но они импульсами падают. А, по сути дела, Земля живет на этой энергии. Вот здесь сопоставлены, если есть геофизики, значит, здесь сопоставлены энергии кометные, вот, красненькие, и вот то, что сегодня оценивается, выделяется Землей в результате различных геологических процессов. Ну вот если работа Любимовой, Любимовой, 68-го года, это сейчас очень сомнительно, и это все не так, то все остальные вполне, вполне можно объяснить падениями комет. Теперь у этих комет есть одна очень интересная особенность. Дело в том, что галактическая плоскость, в которой летят кометы, и плоскость эклиптики, в которой движутся планеты вокруг Солнца, они наклонены под очень большим углом. И поэтому, когда Солнце движется по орбите, вот, кометы падают поочередно, то на южное, то на северное полушарие всех планет, и Земли в том числе. И поэтому многие процессы, и на Земле, и на других планетах, на южном, и на северном полушарии, происходят по-разному, и в разные эпохи. И вот данные показывают, как это все можно понять, и как это можно все рассчитать, и что получается. Вот на этой картинке слева показан расчет, ну, с учетом того, что, значит, вот синим цветом показана плотность падения комет в зависимости от времени на разные участки земной поверхности. Причем сами кометы падают только вот в эти полосочки, которые имеют длительность 5 миллионов лет, ну, это средняя интенсивность бомбардировки кометы. А промежутки между, это не имеет физического смысла. А вот справа, вот вторая, там, цикла Бертрана и Винсона, это уже эмпирические данные по Земле. Значит, это образование суперконтинентов на Земле, по данным Николай Андреевича Башко. Значит, оказывается, суперконтиненты, когда все континенты сходятся в определенной эпохе, они сходятся почему-то на южном полюсе Земли. Вот это надо иметь в виду. Дальше, вот эти красные такие вот, это циклы Виктора Фильмча Хайена. Это тектонические циклы Бертрана и Винсона, которые определяются по образованию, расколу континентов и образованию океанов. Вот такая модель, она это тоже объясняет. Ну и вот самое правое, это полюширот и оледенение, это с Николай Александровичем Есамановым расчет широт распространения ледниковых покровов на Земле в разные исторические эпохи, сопоставлены с данными Николая Михайловича Чумакова. То есть вот такая модель, она достаточно хорошо объясняет вообще даже структуру ледниковых покровов на Земле в разные эпохи. Она объясняет, почему были длительные и короткие оледенения, почему вот здесь вот в Киловее, в Ювире не было оледенения, а было похолодание. Я хочу сказать, без учета влияния космоса очень трудно вообще объяснить те геологические процессы, которые на Земле происходят. Не только нефть и газообразование, но и вообще. Я дальше это покажу, почему так происходит. Вот наибольший интерес вызывает вот эта последняя бомбардировка, которая связана с попаданием Солнца вот в струйный поток авиона Левия, у внутреннего края которого сегодня Солнце находится, я вам там показывал. Так вот, в этом потоке Солнце находилось в период от 5 до 1 миллион лет назад. И знаете, что происходило в этот период на Земле? Происходило вот что. Практически происходил подъем континентальной поверхности по всему земному шару. Вот сильный подъем испытали в то время, вот тут перечислено. Очень многие структуры на Земле испытали сильный подъем. Не только на Земле, но и на других планетах, чтобы вы знали. Вот если говорить о Земле, то вот тут вот оценки сделаны для Тихого океана, это данная Артюшкова. Вот оценки. Вот оказывается, вот последние миллион лет фактически выросли Гималайи, Альпы. Не когда-то они там многие миллионы лет назад выросли, а оказывается, сборный рост шел последний миллион лет. Даже я скажу больше. Вот южно-татарский свод, подъем, как раз произошел в период от 5 до 1 миллион лет назад. Я не знаю, может быть, кто-то из вас это знает, но если не знает, то знайте. Так вот, для того, чтобы это все организовать, нужна энергия. Энергия большая. Вот здесь вот внизу отмечена оценка энергии для того, чтобы это все сделать. С точки зрения физики. Вот 10-28 джуули, это вполне можно сделать кометами. Теперь кометы падают ведь не только на Землю. На Землю падают на других планетах, на другие планеты. Сегодня мы их, астрономы, изучают космическими аппаратами. Вот на Марсе это выглядит так. Вот оказывается, что вот та область, куда падали кометы последний раз, вот последнюю бомбардировку, это южное полушарие Марса. Вот оно все кратировано, вот это вот таким бежевым цветом закрашено. Оно все кратировано, оно все в кратерах. В отличие от морского полушария, куда кометы не падают. Причем вот это вот, то полушарие, куда падали кометы, оно приподнято над тем полушарием, куда они не падали, на высоту 2-6 километров. И разделены тектонической границей. Такая ситуация. Но самое интересное даже не в этом, а в том, что кратеры на этом полушарии совершенно другие. Не такие, как, скажем, значит, вот на морском. Вот это называется морское полушарие. Северное. А южное называется континентальное, поскольку тут все, там воды нет, естественно, но тем не менее так называется. Ну и выясняется, что вот на континентах, континентальное полушарие, вот кратеры, их кратеров в 100 раз больше, а самое главное, они имеют другое распределение по диаметрам, чем на морских поверхностях. Если на морских это понятно, это обратно-квадратичные зависимости, связанное с падением крупных астероидов, там, прежде всего, астероидных тела, которые распределены по обратно-квадратичному закону, то на континентах совершенно другой закон. Вот он показан. Причем один закон одинаков, что на Луне, что на Меркурии, что на Марсе. Этот закон экспоненциальный. И вот то, что вы видите на континентах, это создаёт галактический конец. Вот. Вот эта экспоненциальная зависимость, это в двойном логарифмическом масштабе специально, вот такая зависимость экспоненциальна. На самом деле, вот если построить полулогарифмический масштаб, вот тут мы видим, вот такая ситуация. Что вот все кометы на континентах, то есть все кратеры, они подчиняются экспоненциальной зависимости, имеют предел насыщения, порядка 100 кратеров на площади в миллион квадратных километров, ну и диаметры соответствующие, там, до 180 километров. А вот тут вот обратно-квадратичная зависимость, для Земли. На Земле нет кометных кратеров, как оказывается. Это была очень интересная и задача, и проблема, которая вот сейчас только начинает, так сказать, осознаваться. Хотя нет кратеров, а есть другие, энергия никуда не девается, есть совершенно другие процессы. И эти процессы связаны с тем, что очень высока плотность, энергии, вот при скоростях 450 километров в секунду, очень высока плотность энергии, которая падает на Землю. И механизм взаимодействия этих комет такой, что там кратер не возникает, а возникает, значит, просто прожигается поверхность. Вот аналогом можно предложить вот мощнейшие лазеры. Когда лазером можно резать металл, например, вот направите лазерный луч, он вам прожигает дырку в металле. Так вот так работают эти кометы. И вот некие теоретические вот тут вот есть формулы, которые показывают вот при современных мощных лазерах, вот можно продырявить дырку один сантиметр. А вот при той плотности, при той скорости падения комет, образуется дырка глубиной от 100 до 10 километров. Вот такие дырки образовываются. На самом деле, ну это примитивная модель, но можно это точно посчитать. Вот здесь сделан точный расчет. Значит, ну есть физический механизм, с помощью которого мы можем посчитать. Вот здесь расчет сделан. И показано, что по сути дела это механизм, который делает плюмы. Идет ударная волна, сверху выжигается, вот, тут не показывает меня это, но ладно. Ну, в общем, верхняя часть пород испаряется, дальше идет магматическая камера, образуется расплавленная глубиной. Ну, для больших комет это будет 30 километров. Ну, а остальное идет нагрев астеносферного слоя. Астеносфера создается не только на Земле и на Луне такие вещи, и на Марсе. Вот, чтобы вы это представляли. Ну, так наука устроена, что все связано между собой. Ну, вот в данном случае будут вопросы, скажу. Теперь дальше. Тоже очень интересный вопрос, тоже тесно связанный с этими вещами, с галактическими кометами. Выясняется, что кометы падают только на Землю, на планеты и так далее. Нет, они, оказывается, еще дробятся в астероидном поясе. Между Марсом и Юпитером есть вот эта зона, где сосредоточены так называемые астероиды. Кольцо астероидов. Когда-то здесь была планета, сейчас от нее мало что осталось, значительная часть потеряна. Но, тем не менее, это рой астероидов. И вот в этом рой в основном взаимодействуют кометы галактические. Вот сечение и разрушение этих комет, вот там с учетом размеров и так далее, значит, вот диаметром там от 0,2 там, да, 10 кг, то есть нам порядки больше, чем их падает на Солнце даже, не говоря уж, что на Землю. На Землю вот таких комет при бомбардировке падает где-то 1, значит, сечение, столкновение. Вот 1,3 на 10,8, а вот комет сечение разрушения, скажем, в астероидном поясе 10,14. Шесть порядков. Там основное место разрушения этих комет. И эти кометы дробятся, разрушают астероиды, сами рассеиваются. И вот этот механизм рассеяния этих комет сегодня дает возможность обосновать и и объяснить происхождение долго и короткопериодических комет. Вот здесь простые формулы, есть простые расчеты, которые показывают, что никакого там кометного облака вокруг Солнечной системы нет. А вот те кометы, которые мы сегодня наблюдаем, которые прилетают в Солнечную систему, и которые считаются там кометной Солнечной системой, это по сути дела, это то, что вот родилось в период от 5 до 1 миллиона лет назад в астероидном поясе, но выброшен был с маленькими скоростями, и сегодня снова возвращается в Солнечную систему. Вот эта вещь объясняется. И коротко, периодически объясняется. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Вот теперь химический состав веществостроенных потоков. Я потихонечку приближаюсь к ефте ГЗ-образованию. Значит, мы можем сказать, что же вообще эти кометы несут. В основном это вода. А остальное вот органика. Посмотрите. Углерода там, его соединений, на порядок меньше, чем воды. Вот такая ситуация. А масса выпадающего вещества, значит, с учетом того, сколько этих комет падает, вполне наливает мировой океан и вполне может объяснить вообще происхождение вод мирового океана. И, а если говорить, если говорить о углеродах, это вообще может объяснить много чего еще. И происхождение на Земле и карбонатов, и много чего другого. Вот сейчас мы на эту тему пару слов скажем. Значит, вот то, что я до сих пор говорил, это кометы струйных потоков. Это то, что вылезает из центра галактики. Там много очень, значит, легких элементов и так далее. Но есть еще кометы галактических рукавов, куда Солнце попадает на радиусе коротации галактики. А вот тут вот очень интересные вещи. Оказывается, эти кометы обладают другим составом. Сначала это увидели на звездах, что звезды на этом расстоянии обладают другим составом. А теперь вот выясняется, что это все можно исследовать на Земле. И по месторождениям фосфатов и солей. Значит, дело в том, вот это тоже проблема. Вот то, что я сейчас буду говорить, это все у нас написано в докладах Академии наук. Там целая серия статей на эту тему написана. Вот почему-то фосфаты образуются очень четко в определенной эпохе. Длительность этих эпох примерно 10 миллионов лет. Вот здесь все крупнейшие эпохи отложения фосфатов на Земле. А вот высота столбика это объем отложенных фосфатов. И вот если вы внимательно посмотрите на эту картиночку, а потом посмотрите внизу, то вы увидите, что все фосфаты возникают в те моменты, когда Солнце находится на радиусе коротации. Вот где область звездообразования и образование комет, она растягивается по всему периметру. Там совершенно идут другие процессы. А если мы посмотрим на соли, тоже интересно. А вот соли. Соли растягиваются, тоже они тесно коррелируют с моментами попадения на Землю этих самых комет галактических рукавов. А вот тут фосфаты и соли породы образующие минералы относятся к элементам кальциевого типа. Дело в том, что все эти элементы натрия до кальция образуются в ядерных реакциях при синтезе звезд, недрах звезд разрушенных. По сути дела это результаты горения, термоядерного горения, углерода, кислорода и кремния. И вот здесь дано их распространение в космосе. А вот здесь разными цветами просто показаны какие элементы в этом горении образуются. А вот эти элементы они все сидят в солях. Практически нет ни одной соли где бы не сидели эти элементы. Вот я тут разные классы солей и разным цветом показал с чего они состоят. Вот они сульфаты, карбонаты, а вот где располагаются их месторождения. Вот зелененькие это соли отлагаются, а вот красненькие это фосфаты. Соли и фосфаты они антагонисты. Они образуются в морских условиях, но фосфаты со стороны океана, а соли со стороны побережья, где идет выпаривание вот мирового океана. Ну вот тут вот такая ситуация в Венде-Кембрии, вот в Ордовике, вот по всем месторождениям крупнейшим, вот так, 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 а вот так, что получается для плязовых. Смотрите, соотношение Вен-Кембрии, соотношение фосфатов и солей ложатся на одну прямую линию. То есть я хочу сказать, что именно космическое вещество определяет соотношение фосфатов и солей на Земле. Это кометное вещество. Ну дальше. Ну, в общем, все эти эпохи, это все эпохи приходятся на определенные периоды. Может быть, надо устроить перерыв. да? Как вы считаете? Значит, есть еще много крупных вопросов, которые бы я хотел вам рассказать. вещество. Спасибо за субтитры.